В эфире Токовед. Здравствуйте, меня зовут Яна Исраилян и каждый день я рассказываю вам самое главное о коронавирусе в Грузии и в мире. Сегодня расскажу о том, как проходят единые национальные экзамены, когда откроются бассейны и могут ли собаки обнаруживать коронавирус. Начинаем, как всегда, со статистики. За последние сутки в Грузии выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Всего заболевших за весь период 953 человека. Выздоровели 653. В карантине находится 382, под наблюдением 192. В инфекционной больнице на данный момент лечится 24 пациента. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии. В Грузии стартовали единые национальные экзамены. Первый экзамен по грузинскому языку и литературе начался сегодня в 8 утра. На входе всех абитуриентов проверяли термосканером. У двух молодых ребят была обнаружена высокая температура, их не допустили к экзаменам. Единые национальные экзамены проходят в Батуми, в Поти, в Зугдиде, в Зургете, в Кутаиси, в Ахалцихе, в Горе, в Тбилиси, в Руставе, в Телави и в Хуло. В этом году на экзамен зарегистрировались более 39 тысяч абитуриентов. Директор национального экзаменационного центра София Горгодзе поделилась с нами цифрами. На экзамен пришли 93% абитуриентов. Было зафиксировано два случая опоздания. В резервную зону были помещены в сумме 4 абитуриента. Что касается недопущенных на экзамен, из-за высокой температуры было два таких случая. Всего в стране работает 24 экзаменационных центра. Для профилактики распространения коронавируса они будут работать по особым правилам, которые разработал для них национальный центр контроля заболеваний. По этим правилам экзаменационная площадка будет занята на 50%. Расстояние между столами 2 метра. Парты оборудованы защитными барьерами. И абитуриенты, и экзаменаторы должны находиться в маске. В процессе написания ответа абитуриенты могут снять маску. А если температура в комнате поднимется выше 30 градусов, то можно будет включить кондиционер. Замминистра образования Нуну Мицкевич рассказала, какие еще правила должны соблюдать абитуриенты? Они должны соблюдать физическую дистанцию. У входа они, конечно, пройдут термосклиник. При температуре от 37 градусов до 37,5 они должны предоставить подтверждающую справку, результат PCR-теста, который должен быть отрицательным на COVID-инфекцию. Справка должна быть выдана на каждый экзамен, то есть за три дня до каждого экзамена. PCR-тестирование будет бесплатно. Разберем несколько терминов, которые мы в последнее время часто слышим, но не всегда понимаем, что они означают. Например, что такое самоизоляция? Самоизоляция – это когда люди с возможными симптомами инфекции остаются дома и не выходят на работу, учебу или в общественные места. Это важная мера профилактики. Она помогает не только при коронавирусе, но и вообще при любом вирусе – вирусе гриппа или других респираторных, то есть дыхательных, инфекциях. Самоизоляция нужна для того, чтобы не заразить окружающих, в том числе своих близких и членов своей семьи. Обычно врачи советуют оставаться на самоизоляции, если есть высокая температура, кашель или другие симптомы COVID-19. На какие симптомы обращать внимание, чтобы как можно раньше заметить у себя COVID-19? Самые частые симптомы – это повышение температуры, сухой кашель и утомляемость. Более редкие симптомы – боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений и обоняние. Редкие симптомы слабо выражены и развиваются постепенно. У некоторых инфицированных болезнь сопровождается очень легкими симптомами. 80% заболевших выздоравливают спонтанно, без госпитализации. Лишь в одном случае из пяти болезнь протекает в тяжелой форме с дыхательной недостаточностью. Тяжело заболеть COVID-19 может каждый в любом возрасте, но у пожилых людей и у людей с заболеваниями сердца, легких, диабетом или онкологией выше вероятность того, что болезнь будет протекать тяжело. Когда надо обращаться к врачу? Когда у вас высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, одышка, боль или заложенность в грудной клетке, а также если есть нарушение речи или движения. Грузинские граждане смогут вернуться домой чартерными рейсами авиакомпании Визер и Майвей Airlines. По графику рейсы будут выполняться из пяти европейских городов и начнутся с 13 июля рейсом из Варшавы. На июльские рейсы также продал билеты грузинский авиаперевозчик Айрзена. Граждане Грузии, вернувшиеся на родину, будут помещены на карантин на 14 дней. Уже принято решение, что в июле две авиакомпании Визер и Майвей Айрлайнс осуществляют специальные чартерные рейсы в нескольких направлениях. Следующее направление и даты. 13 июля Варшава, 15 июля Барселона, 17 июля Рим, 22 июля Париж, 28 июля Афины. Хочу подчеркнуть, что на эти направления, как и раньше, для наших граждан стоимость поездки не будет превышать 200 евро. Плавательные бассейны и спортзалы откроются после проверки трудовой инспекцией. Такое решение принял Координационный совет под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Инспекция труда обнародует условия работы бассейнов и спортивных залов и с завтрашнего дня начнет проверять, соответствуют ли они требования безопасности. Душевные кабины должны быть отделены друг от друга специальными перегородками. Кроме того, шкафы должны использоваться через один, по одному на человек. Полотенца должны быть в одноразовой упаковке. Устанавливается лимит на групповые занятия. В процедуре могут участвовать не больше 10 человек. Сегодняшнего дня в Грузии разрешено проводить тренинги и конференции. Для участия в них по рекомендациям Минздрава необходимо пройти термосканирование и дезобарьер. Слушатели не должны сидеть напротив друг друга, а число участников должно исходить из расчета 1 человек на каждые 5 квадратных метров. Вот уже 16-ю передачу мы развеиваем мифы вокруг коронавируса, а они все не заканчиваются. Развеем еще один популярный миф. В интернете часто пишут, что COVID-19 можно проверить, если задержать дыхание на 10 секунд. Якобы, если вам удается это сделать, значит у вас нет коронавируса. А если вы не выдержали 10 секунд, значит вы инфицированы COVID-19. Врачи же, которые каждый день лечат больных с COVID-19, говорят, что это неверная информация. Да, при заражении дыхание действительно затрудняется. Но если у вас легкая степень, то вы вполне можете выдержать задержку дыхания в течение 10 секунд. То есть, как способ определить или опровергнуть наличие COVID-19, этот метод не годится. Лучше обращайте внимание на другие симптомы, которые, в отличие от задержки дыхания, более правдиво расскажут о вашем состоянии. Как можно остановить распространение COVID-19 по миру? И что каждый из нас может сделать для этого? Послушаем, что советуют Всемирные организации здравоохранения. Вирус распространяется быстро. Наше поведение определяет, насколько крупная вспышка может начаться. Чтобы уменьшить распространение, оставайтесь дома, когда больны. Если у вас лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, вовремя обратитесь за медицинской помощью. Регулярно мойте руки. Носите маски там, где невозможно соблюдать дистанцию. Держитесь на расстоянии хотя бы одного метра от других. Будьте бдительны. Маленькие изменения могут иметь большое значение. Всемирная организация здравоохранения. Новости мира. Австралия закроет границы между двумя наиболее густонаселенными штатами. Причина – увеличение новых случаев COVID-19 в Мельбурне, штат Виктория. По решению местных властей, в 30 районах Мельбурна приняты жесткие правила социального дистанцирования, а в 9 жилых зданиях был объявлен полный карантин. По информации агентства Reuters, последний раз граница между штатами была закрыта в 1919 году, во время пандемии гриппа, которая вошла в историю как испанка. Немецкие военные дрессированные собаки могут обнаруживать взрывчатые вещества и наркотики. А могут ли они обнаружить COVID-19? Немецкие ученые решили выяснить это. Сотрудники Университета ветеринарной медицины в Ганновере хотят обучить служебных собак обнаруживать коронавирус в слюне человека. В эксперименте участвуют 10 собак. Среди них овчарки, спаниели и ретриверы. Они нюхают образцы, взятые у зараженных людей. В немецком центре дрессировки говорят, что если собаки распознают 80% инфицированных образцов, то это можно будет считать успешным результатом. Сегодня на ТОК ТВ премьера. 22.30 на нашем канале смотрите документальный фильм Инны Курочкиной «Противостояние». Расследование о том, как Путин, КГБ и мафия оказались в правительстве России. Это будет эксклюзивный показ для грузинских зрителей. Только на ТОК ТВ. Важная премьера на ТОК ТВ. Я помню, как нам тогда вручили гигантскую щуку. Наверное, огромная черная рыба. Путин был очень доволен. Противостояние. Я упал на землю, как и все остальные. Мы думали, что начнется перестрелка. Как Путин, КГБ и мафия оказались в правительстве России. Кудрин стал бандитским щитоводом. Нарышкин стал требовать 1 миллион долларов, чтобы с ним вообще просто встретиться. Смотрите документальный фильм Инны Курочкиной на канале ТОК ТВ. В понедельник, 6 июля в 22.30. Почему меня лишают возможности быть в моей собственной стране? Предлагаю мне выбор. Либо 20 лет в тюрьме за госизмену, за всю самую странную. Либо, значит, уезжать. Эксклюзивный показ для аудитории Грузии. Только на ТОК ТВ. Не пропустите! Это были все новости на сегодня. Программа подготовлена при поддержке ЮНИСЕФ и Центра по контролю заболеваний Грузии. Официальные данные вы найдете на платформе stopcov.g, а также на сайте и на фейсбук-странице Центра по контролю заболеваний. Оставайтесь на ТОК ТВ, вас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»